добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики на моем канале есть пару роликов по поводу восстановления полюсных выводов но там все кратко и без нюансов такой работы много комментариев по этому поводу чтобы более подробно показал описал нюансы и сам процесс работы поэтому решил записать такой ролик сейчас вот у меня пациенты которые будем делать наращивать клеммы стоят пока зарядном боксе значит вот они такой полюсной вывод здесь мы будем менять и здесь будем делать новый сегодня я с и с этими батарейками закончу работу дам им отстояться чтобы они отдышались и выдохнули все свои выпустили вернее все свои вредные выбросы и завтра с утра займемся восстановлением этих самых полюсных выводов ролик будет очень длинный буду показывать подробно весь процесс работы поэтому кому это интересно наберитесь терпения и досмотрите до конца потому что на самом деле очень много нюансов этот метод вырабатывался нарабатывался годами мной и и я считаю его самым надежным и эффективным по замене либо восстановлению либо установки полюсных выводов на аккумуляторах ну вот три наших пациента готовы приема и по имплантантов будем так говорить хотел показать вам еще планировал три метода различных по восстановлению полюсных выводов но по факту у нас получится два вот смотрите в каком состоянии вот эта клинка вот этот полюсной вывод и здесь мы будем устанавливать абсолютно новый то есть вот такой вывод вместо вот таких заводских так почему именно два на примере этой батареи я хотел показать наращивание но у нас наращивание не получится так как очень сильно про это или по-другому изношена изношен этот полюсной вывод и он изношен до сердцевины если бы сердцевину сердцевина не выглядывала можно было просто нарастить эту клемму если у вас есть интерес сниму еще один ролик именно по восстановлению по наращиванию вот таких не сильно изношенных клемм ну эту нам придется ампутировать эту эту мы будем эти клеммы ампутировать полностью удалять и делать новое сейчас подготовлю рабочий инструмент и займемся работой все готово к работе паяльник прогрет и первым делом мы займемся наш появлю вот такие вот паяльником блять честно говоря не вижу что снимаю потому что снимаю на телефон который висит у меня на на голове и если что-то не войдет в кадр сильно строго не судите меня так хотел снять со штатива но со штатива вы не увидите тех подробностей которые вначале паяльной пользуемся как паяльной кислотой и так и опаиваю опаиваем штифты это нужно для того чтобы при заливке штифт схватился непосредственно со свинцом для более надежного соединения паяльник перегрев немножко клиенты один за другим и только начну снимать появляется клиент так вот примерно вот так вот это все будет выглядеть неудобно работать со звездой вову так пока паяльник отключим пусть немножко остынет так и займемся непосредственно ампутации клемм так вот наверное сделаю честно говоря не вижу где чего находится ну давайте ампутации клемм так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Так, теперь удаляем вторую... Это надо... Таким образом... Продолжение следует... Зачищать надо тщательно, чтобы не было серых пятен... Вот это мы сейчас тоже здесь удалим... Потому как... Вот это... Появление кислоты... Оно... В этом месте... Паяться не будет... Припой ложиться не будет... Так, вот эту вот... Часть мы, наверное, тоже срежем... Она нам не понадобится... Так... И так же сам... Зачищаем... Готовим площадку для паяки... Так... Он уже остыл... Так... Вот видим здесь... Начала выступать кислота... И нам и от нее нужно избавиться... Так... И... Производим... Более точную... Тщательную зачистку... Следующий ключ... Серьезный шин. Так, вот здесь вот нам надо немножко подровнять, вот этот вот оплавыш, ладно. Так. И здесь то же самое. Так, вот у нас серенькое пятнышко. Удаляем его. Так, что у нас с паяльником? Еще не нагрелся. И теперь готовим площадку. Площадку нужно тщательно пропаять. Паять. Вот таким образом. Вот так вот. Одна готова. Следующую. Вот так вот. Так, ну вот эти лишние капельки посрезаем. О, блядь, кто-то приперся. Пришел. Так, кто там у нас? Ага. Блядь. И последняя, третья. Делаем то же самое. Так, отключаем паяльник. Выйдем к клиенту. А то он меня порвет. Пока запись выключу, пусть подостынут клинки. Так, клиент уехал. Продолжим нашу работу. Ну, здесь мы начнем с того, что убираем лишнюю канифоль. Канифоли быть не должно. Так, и теперь нам нужно немножко подровнять площадочку. Сначала грубым напильником. Оп. Есть напруга. Хе-хе. Блядь. Не знаю, что снимаю. И теперь... Вот таким образом. Ровняем площадочку. Делаем ее как можно поровней. Ну, вот так вот примерно. Так, здесь мы удаляем вот эти... Наплавыши. Они нам... Не нужны. Не нужны. Вот так вот... Кондиционер можно включить. Что я ей сделал. Так. Кроме этого, нужно обязательно включать... Притяжную вентиляцию. Вон она у меня там. Блядь, куда показываю? На фоне умывальника. А, вон она. Вон там. И обязательно вытяжную. Вытяжная вон у меня. Вытяжка должна работать. Потому что... Канифоль... Хуёль всякая. Воняет. Не забивает легкие. Так. Вот эти кусочки удаляем. Вот так вот. И также... Слегка подравниваем площадочку. Выравниваем. Чтобы меньше было... Бугров. Это важно. Чем плотнее будет прилегать... Плоскость... Нашей формы... К основанию... Тем меньше будет разливов. Разливы... Вполне вероятно... Время... 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 Так, пробку надо закрыть до конца, чтобы у нас вот эта хуйня не попала туда. Уберём опилки. Так. Так же зачистим. Зачищаем и защищаем здесь. Всю канифору нужно удалять. Потому что будут раковины при выплавке. По поводу паяльника, не знаю, рассказывал, нет. Паяльник сделан из свечи на кава фордовской. И пользуюсь вот таким вот самодельным. Ну, будем так говорить, кишки самодельные, а наружка от бывшего 1900 лохматого года зарядного устройства, которое уже давно-давно сгорело. Так. Ну и теперь начинается самое интересное. Так. Вот эти основания, которые мы делали, удаляли непосредственно вывода, мы будем засверливать на 8. Сверлом на 8. В общем, нам нужно сделать углубление для того, чтобы была как можно больше площадь контакта залитой Ах ты, блядь, надо вначале сделать нам керенение Сверлом Желательно строго по центру То же самое делаем здесь И Здесь Примерно центр нашли Ах ты, блядь, Ах ты, блядь, керевочно И теперь здесь мы делаем на 8 Можно чуть меньше Даже на 6 И делаем углубление дает первые тетки сферу не хочет держаться патрон выработанный здравствуйте ну я посмотрю у вас номер телефона есть мой да 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 перезвоните потому что мне надо с одним делом разобраться или да 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 еще весной вы привозили а сейчас чё с ним плохо заводится или или плохо крутит она плохо крутит а скутер сколько объем сколько 250 кубов вот такая батарейка это слабенькая батарейка для 250 кубов 6 половиной ампер плохо крутит или не заводится так он не крутит или не заводится кто говорит давайте сейчас я давайте посмотрю его так но сделали углубление примерно в один сантиметр в каждом выводе и теперь за просверливаемся под непосредственно под штифт тоже где-то примерно сантиметр полтора непосредственно под штифт вот так вот и то же самое здесь кому интересно про батарею которую ко мне привозили только что если вы обратили внимание сразу я не посмотрел батарейка вся в кислоте батарейка раздутая на батарейке 6 половиной вольт я мужчинам сделал свое предсказал свое предположение что в эту батарею был залит электролит потому что при вскрытии пробки электролит был практически под пробки и не по уровню мужчины начали со мной яростно спорить что никто не мог залить но если вы не залили значит залил я опять приехал клиент останавливаем запись и так на чем мы становились привезли еще парочку соточек а комовских сейчас буду с ними разобра разбираться ну и мужчины начали утверждать что они вообще их задача была передать батарею а хозяин находился на другом конце связи и они начали утверждать что электролит никто не мог залить то есть якобы последний человек который обслуживал эту батарею это был я естественно но за себя то я могу как-то поручиться не за других но за себя в том плане что надо быть последним лохом чтобы залить в новую батарею электролит под пробки получается что крайних мы не нашли и я вынужден был мужчинам отказать в обслуживании я говорю ребята давайте я с этой батареи делать ничего не буду забирайте вот как то так так значит засвернился теперь меряем штифты штифты должны выглядывать у нас вернее быть утоплены в форме миллиметра на 3 4 вот так вот отлично так следующий штифт так отлично и последний штифточек отлично так штифты тщательно защищаем и сейчас я включаю паяльник отключаю кондиционер отключаю кондиционер включаю паяльник и нам нужно тщательно запаять сами головки чтобы для более уверенной фиксации свинца так тщательно зачищаем от канифули от кислоты от кислоты потому что будут раковины при заливке вот таким образом делаем зачистку а а с а а а а а а а сделали зачистку так паяльник у нас греется минут пять поэтому запись мы пока при остановим и продолжим после прогрева так паяльник у нас прогрелся кислотой слегка смачиваем штифты именно головочки не забываем закрутить кислоту бом мы ее разольем обязательно так так и заправляем заправляем отправляем до очки таких штифтов штифтов Вот примерно так. Выключаем паяльник и опять делаем зачистку. Удаляем лишнюю канифоль. Остался, конечно, неприятный отсадок от общения с клиентами. Такое бывает очень редко. Человеки вообще-то коммуникабельны, но залили и залили. Я же их не ругал за это. Просто я констатировал факт. Так, теперь следующим шагом будет посадка форм на герметик. Вот таким образом мы это будем делать. Пользуюсь вот таким герметиком. Автосила очень хороший герметик, но иногда после длительного простоя в нем образуется силикон отдельно, а наполнитель отдельно. Поэтому, так, и вот таким образом производим. Вот. Он становится очень жидким. И нам придется ждать очень долго, пока он садим форму на герметик. Герметика не жалеем. И стараемся форму выставить как можно ровнее. Да, бляха, муха. Видать, долго лежал в магазине герметик и отделился силикон. Так, следующая форма. Так, ну все правильно, минусовая. И так же само заливаем, заплавляем, затягиваем. Это все герметик. Вот таким образом. Так. Не… Ну. Там слепл Hassат. There. Там слепл... И вот... ой… Делаем укол, анестезию. Вот таким образом всё это будет выглядеть. И нам надо своего рода герметик выполнять своего рода клей. И вот таким макаром мы как бы приклеиваем форму. Ну всё, будем ждать. Ждать придётся, наверное, час-полтора, потому что герметик очень жидкий. Много силикона у него. После того, как герметик подстынет, схватится, продолжим наш увлекательный ролик. Друзья, просмотрел сейчас немножко видео, и произошло то, чего я больше всего боялся. Вот именно половина работы моей не вошла в кадр. Но давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот как видим, сам штифт утоплен, миллиметра на три. Здесь то же самое. И здесь то же самое. Три-четыре миллиметра. Будет пять, ничего страшного. Самое главное, чтобы он был чуть ниже верхнего уровня. Чтобы у нас получилась красивая головочка у полисного вывода. Если будет штифт на уровне или чуть выше, красоты вы не добьётесь. Так, вот залил я герметиком. В герметике очень много силикона. И поэтому уйдёт немножко больше времени на то, чтобы он подсох. Когда много силикона, очень долго сохнет. Так, ну, пока отключаю. Прошло более двух часов. И герметик у нас подсох. Подсох. Теперь ставим свинец. Нужно его нам распавить. Потому что в таком виде мы его никак туда не зальём. Так, греть будем на газе. Вот такая у меня газпита. А тем временем, пока у нас греется, объясню, как мы будем по наших дальнейших действий. Значит, вот такие прокладочки. Так как мы будем греть, будем использовать вот такие мужские асбестовые прокладки. Так, вот это вот мы развернём вот таким образом. И первую прокладочку мы смочим. Смочим. Следом будет ещё одна прокладочка. Вот такая. И теперь продолжаем. Так. Вот это вот сюда. Вот таким образом, чтобы нам не поплавить корпус. Так же смачиваем. И... Бляха, муха. Надо было немножко вот это вот вначале. Вначале вот это вот вложим сюда поглубже. Вот так вот. Смочили. Теперь... Вот это вот. И... Так. Вот эту нашу древнюю. Райк по такому случаю вырезал новые свеженькие прокладочки. У нас же мы снимаем кино. Поэтому... Надо немножко приодеться. По культуре и по цивильней. Так. Давайте вот это вот. Или нет, вот это. Уложим вот это вот. Вот таким макаром. Чтобы нам ничего не расплавить. Ну а теперь ждём, когда расплавится наш свинец. Для того, чтобы... Значит, каждую клемму... Для каждой клеммы будем свинец греть отдельно. То есть, не сразу зальём три клеммы. А будем заливать по очереди. Вот у нас место отстоя. Вот такая подставка. Куда мы будем ставить кружечку нашу. Ёмкость со свинцом. На свинца желательно, чтобы было побольше, с большим запасом для заливки. Это для того, чтобы свинец у нас не остывал пока. И греть будем свинец до появления такого, такой желтой пеночки на нём. То есть, прогревать свинец нужно очень тщательно. Ладненько пока остановлю. И продолжим чуть позднее. После того, как свинец расплавится, нужно убрать всю вот эту грязь. Очистить поверхность. Вот такой у нас цвет серебристый свинца. А теперь я одеваю камеру опять на свою буйную головушку. Свинец у нас практически прогрелся. Теперь наша задача прогреть форму. Да, что ты, блядь. Прогреваем форму. Форму нужно прогреть градусов до 150. Свинца. По-моему, как двойная…! так форма прогрета забыл нам понадобится отвертка так идем за свинцом вот он покрылся желтый желтоватый такой пленочкой аккуратно аккуратно и производим заливочку вот так вот ставим на отстой и теперь начинаем опять греть так желательно добавить немного температурки греем как видим свинец начинает собираться капельку вот видим кусочек мусора его надо удалить здесь тоже греем 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 и свинец начинает собираться в каплю на у нас сверху так вот это вот лишнее убираем образовалась у нас сфера красивая такая не знаю что снимаю так достаточно и ждем пока у нас схватится свинец так свинец у нас схватился схватился надо провести зачистку сфера мусора греем из и продолжаем греть берем припой и немножечко припоя сверху брелять опять грязными немножко вот так вот вот таким образом все даем остыть свинцу так, свинец начал схватываться и теперь можно потихонечку охлаждать потихонечку, без энтузиазма вот так вот вот так вот так, нам придется еще раз нагреть, потому что получилось некрасиво так убираем мусор ставим и еще раз греем достаточно и даем свинцу остыть где я снимаю, что я снимаю непонятно так, ну-ка, давайте я сниму вот так вот видно, да? видно поверхность получается отлично получается гладенькая поверхность у нас так, теперь следующую клеммку делаем то же самое ставим свинец опять на разогрев а это пневмку можно уже охлаждать охлаждаем как можно ниже охлаждаем больше корпус чем клемку чтобы нам не расправить непосредственно корпус все клемка отличная все пусть остывает можно сделать насечку плюс или минус это как вам удобнее будет так пока боится свинец будем греть опять следующую форму ставим на пол свинец у нас почти расплавился поэтому начинаем прогревать следующую форму у меня какая-то на ней прогреваю формы для того чтобы свинец моментально не остыл вот те кто используют большие вот эти китайские формы слепания может и не произойти после заливки свинца нам нужно чтобы свинец схватился с припоем словом и тогда соединение будет надежно если же этого не произойдет ваш по листу вывод при любом удобном или неудобном случае он просто-напросто отвалится и производить нужно нагрев горелка что ли забилось всей массы этого вывода для того чтобы произошло хорошее слепание свинца он так достаточно поехали за свинцом чтобы свинец схватился словом склеился будем так говорить склеился спаялся припаялся не пиздануться высоты кружечкой об она залили и видим что какая-то часть припоя осталось моментально нужно прогревать и убирать убирать мусор вот мы видим вот это что блестит это мусор нужно его удалять не прогреваем кремом клемма полюсной вывод очень много мусора все-таки где-то остался у нас осталось где-то канифоль поэтому надо более тщательно удалять это все что клемма получилось такая чтобы никто не смог ее отличить от заводской вот видим здесь уступчик его надо тоже раз сняли и греем здесь вот маленькие уступчики тоже вот так вот убираем и прогреваем блин он вот она грязь грязь вылазит видите это грязь надо удалять и чуть-чуть припойку сверху чисто для красоты вот это вот тоже подъехали муха все так даем остыть по мере остывания она начинает покажется у нас ах ты ёд твоя мать она не высокой плитник не остывающий поспешишь людей насмешишь вот так вот все отлично чистенькая красивая все даем остыть пусть пока остывает а мы ставим свинец для дальнейшего разогрева так убираем и начинаем остужать как видим на начала клемм как кожица у нас это не есть хорошо поэтому сейчас сделаем небольшую зачистку и греем еще да ёберный ядр вот так вот нагреваем еще капельку ну откуда эта грязь берется мне кто скажет вот так вот в раме все заливаем все даем выводу остыть так осталось у нас еще одна один полюсной вывод и там появилась вода и оперный театр каким образом вот это я набрызгал на так нам надо эту воду высушить оттуда потому что при зарежке у нас брызнет воду высушиваем это вот невнимательность или по-другому это называется халатность она может привести трагическим последствиям так-так-так-так-так-так греем корпус и и Продолжение следует... Показалось, что кондиционер включен. Нет, я не забыл его выключить. Так, ролик получается длинный, нудноватый, но можете на перемотке смотреть, чтобы не тратить свое драгоценное время. Стараюсь не упустить нюансов. Бывает в день до пяти клемм я вот таких делаю. Вот. Видим, буртнуло. Так, давайте будем греть. Сразу греем, пока. Куй железо, пока горячо, как говорится. Так, убираем вот этот налет грязный. Грязь нам нужно удалить, чтобы клеммка получилась красивая. Как заводская. Так, давайте добавим немножко припойку сверху. Вот у нас сбоку немножко. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. ну вот в принципе пожалуй и все сверху грязи много но это это грязь это у нас канифор которая оставалась которую мы не учстились все ждем пока она схватится сейчас эту грязь почистим и сделал еще одну подгоночку ну вот она подсохла создавайте почистим еще не вы не схватилась опять у нас давайте вот эту пенку уберем вот так вот вот так вот так вот и еще раз подогреем ну вот посимпатичнее получилось а теперь эти крема у нас уже остыли и сейчас будем их вынимать здесь вот кусочек все-таки мы чуть-чуть еще давайте вот так вот сделаем сферу более более высокую вот так вот и теперь даем остыть вот так вот и ну вот она схватилась чуть-чуть подождем и надо убрать грязь давайте уберем эту грязь и сделаем еще и все-таки еще раз давайте разбавим друзья напишите в комментариях если еще один метод восстановления который сегодня не удалось записать частичное восстановление полюсного вывода это то есть когда ну где-то большие выщерблены малая по размеру когда уже клемма не обжимает полюсной вывод и надо ее как бы расширить как таким методом я ее восстанавливаю если у вас есть интерес дайте знать ну вы сможете мне дать знать только если я вижу что 100 классов хотя бы 100 класса значит есть интерес хотя я не гонюсь за этим классом нет но мне важно знать интересно вам эта тема или нет поэтому вот как то так так все так насчет друзья вот у нас первая клемка полируем наводим красоту вторая клемка полируем наводим красоту так по третью пока не будем трогать и попробуем снять вот так вот форма сняты здесь давайте эту шлифанем сразу форму тоже снимем убираем наши прокладочки так но эта форма у нас еще не остыла и у меня с этой формы проблемы в том плане что он она не не очень хорошим и не блядь токарь не немножко неправильно и вытащил и конус немножко он не совсем конус дать вот так это тоже у нас так сейчас я сниму возьму камеру в руку и покажу результат нашей работы вот такие крема получились это она все уберется сейчас подсохнет еще и уберу можно шлифануть чуть-чуть крема получается полусной вывод идеальный и что друзья на этом ролик очень длинный и продолжительный будем считать завершён полюсные полюсные вывода заменены всем добра удачи здоровья всем пока берегите свои батарейки